Библиотека номер 18 Северного округа предлагает вашему вниманию увлекательные истории, которые написал замечательный детский писатель Аркадий Гайдар. Аркадий Петрович Гайдар на протяжении многих лет был кумиром советских детей. Произведения, написанные им, не оставляли равнодушными никого. И сегодня творения писателя не забыты. Они интересны современным мальчишкам и девчонкам. Как и десятки лет назад, произведения пробуждают эмоции в душах детей, вызывают много вопросов. Сказочная история «Горячий камень» Аркадия Гайдара была написана незадолго до начала Великой Отечественной войны в апреле 1941 года. Сам Аркадий Гайдар «Горячий камень» называл и сказкой, и рассказом. Впервые это произведение было напечатано в августе-сентябре 1941 года в журнале «Мурзилка». Главные герои сказки – маленький мальчик Ивашка Кудряшкин и сторож колхозного сада. Мальчик Ивашка – добросовестный, ответственный за свои поступки человек. Он хочет искупить свою вину перед стариком за то, что залез в охраняемый колхозный сад. Когда Ивашка нашел волшебный молодильный камень, то сразу же захотел помочь бедному старику стать моложе, чтобы тот прожил лучшую жизнь. Мальчик действовал из лучших побуждений. И, как говорит нам сам автор, Ивашка был по натуре мальчиком добрым. Обращаясь к сказке к маленьким читателям, Аркадий Гайдар говорит сокровенное о себе самом. И на что мне иная жизнь, другая молодость, Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно. По мотивам рассказа создано несколько экранизаций. В 1965 году был выпущен 16-минутный мультфильм «Горячий камень», созданный на студии «Союзмультфильм». В 1973 году по мотивам рассказа был снят черно-белый 17-минутный фильм «Горячий камень». Небольшая лирическая повесть «Голубая чашка» особенно любима девочками. Ведь в ней рассказывается об одном летнем дне маленькой Светланы, которую она провела вместе с папой в бесхитростных, но увлекательных истных странствиях и знакомствах. Повесть о поисках счастья и о семейных ценностях понравилась детям, несмотря на то, что критики считали, бессюжетное произведение покажется скучным маленьким читателем. А то, что вместо мальчика Димки главной героиней стала девочка Света, помогло автору быть более открытым и ласковым со своей героиней, а значит и с читателями в его беседах и размышлениях, помогло шире раскрыться внутреннему миру писателя. В 1939 году в журнале «Красная новь» впервые был опубликован рассказ-телеграмма Аркадия Гайдара, который мы знаем теперь под названием «Чуки Гек». Это рассказ про двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с мамой уехали далеко-далеко на самый край нашей необъятной родины. Папа Чука и Гека работал очень далеко от них. Он редко бывал дома и скучал по своим мальчишкам. Однажды папа написал маме письмо, в котором приглашал свою семью в гости. Чук и Гек были в восторге, ведь это означало, что они отправляются в самое настоящее путешествие. Аркадий Петрович задумал Чука и Гека, когда гостил на даче у своего друга Рувима Фрейермана в Солочи под Рязанью. Однажды они удачно порыбачили и вечером возвращались домой. Перед сном Гайдар сказал, как хорошо жить на земле, как хорошо быть человеком. Надо непременно про это написать. Тогда он задумал написать светлое, позитивное произведение для детей. Есть версия, что прототипами братьев-погодок стали дети соседа-писателя по коммунальной квартире в Москве. Им был полярный геолог Серегин, а его сыновей звали Вовой и Сережей. Повесть «Тимур и его команда» – одно из самых известных произведений Аркадия Гайдара. Была закончена 27 августа 1940 года, а 5 сентября первый отрывок из нее был напечатан в «Пионерской правде». Одновременно она передавалась в Москве по Центральному радио. Историю, положенную в основу повести, писатель не выдумал. Он и сам однажды создал подобную команду и был ее командиром. В повести появился и таинственный штаб на чердаке старого сарая, и сложная система сигнализации для вызова членов команды. Все это необыкновенно, романтично, увлекательно, похоже на игру. Руководил отрядом командир «Тимур», приказ которого считался обязательным для всех. Ребята привыкали к дисциплине, приучались быть наблюдательными. Когда требовалось, проявляли решительность и смелость. Всегда оставались верны законам товариществ. В то время, как некоторые взрослые были уверены, что мальчишки занимаются ерундой, эти самые мальчики выполняли трудную и утомительную работу. В жару они пилили и кололи дрова, таскали воду, а по ночам оберегали сады. Тайна, которая окружала деятельность команды, свидетельствовала о том, что ребята старались не ради благодарности, не ради славы. Они считали, что жить, помогая другим, их долг. Писателю очень хотелось, чтобы ребята заинтересовались его командой и стали подражать Тимуру. После выхода книги о Тимуре понятие «тимуровца», помогающего людям, широко разошлось по всему Советскому Союзу. Ни одна книга того времени не завоевывала так быстро и так прочно симпатии детей. Ни одна не обладала еще такой силой воздействия, как книга о Тимуре. В городах и селах, в школах, во дворах возникали тимуровские команды. Тимуровцы выполняли самые разнообразные поручения. Эту книгу дети всегда будут читать с большим интересом, так как доброта, сострадание, великодушие остаются в любые времена самыми ценными человеческими качествами. Читайте книги Аркадия Петровича Гайдара, и они научат вас быть смелыми, добрыми, находчивыми, любящими свою Родину. Субтитры создавал DimaTorzok